В Донецкой области находится и наш корреспондент Андрей Лащ. Он на связи с нами. Андрей, здравствуй. Бои продолжаются и есть ли пострадавшие? Да, Алексей, террористы продолжают обстрел в Донецкой прилегающих городков. Сегодня стреляли по населенному пункту Комуна. Боевики стреляли из Града. В штаб АТО сообщает о раненых среди мирных жителей. А вот среди военных пострадавших нет, они в городе не находились. Тем временем террористы продолжают грабить мирных жителей и магазины. Бесчинствуют террористы и в Кировском. Это тоже Донецкая область. В результате артиллерийской атаки по храму святого праведного Иоанна погибло трое прихожан. В Петровском районе также были слышны выстрелы. Террористы разрушили часть дороги, пострадали и жилые дома. Бомбят жилые кварталы, больницы. Вот видите, рынок здесь нет, кого нет. Вот можете проехать в Бровольске, а мне два дня назад попало в дом, снаряд попал. Конечно, боюсь. Все нормальные люди боятся. А что делать? Все боятся. Продолжаются бои и в Иловайске. Часть города уже контролируют бойцы батальона «Донбасс». Накануне террористы обстреляли их позиции. В результате атаки была повреждена часть техники. К счастью, пострадало немного бойцов. Могло быть значительно хуже. Террористы стреляли с минометов и градов. Двоих военных с легкими ранениями отправили в больницу, но, к сожалению, есть и один погибший. Последствия нападения бойцы снимали на телефон. Это эксклюзивные кадры. Это наша «Зушка». Ну, в смысле, наша «Зушка». Была «Зушка». Впереди не стало. Вот он домик. Крыши нет. Сегодня же бойцы батальона «Азов» под Новоазовском уничтожили российский танк. Во время боя пострадал один из бойцов украинской армии. И вот, как сообщает бывший пресс-секретарь батальона Игорь Масичук, колонна направлялась в сторону Мариуполя. Алексей, пока что это вся самая последняя информация. Спасибо, коллега, за работу. Андрей Лаща о ситуации в Донецке и области. Ну, а теперь давайте послушаем правду от тех, кто воюет. Прямо с передовой. Бойцы «Шахтёрска» отбили ключевой блокпост Валеновки. То, что сказал вчера Олег Валерьевич, да? Ну, Лешко. Дальше на нём закрепилась 51-я бригада. И сейчас бойцы батальона находятся на блокпостах. Бойцы «Шахтёрска» отбили ключевой блокпост Валеновки. В ожидании дать отпор любой агрессии врага. Вот так. В Мариуполе и в других точках. Это уже идёт война высокоточного оружия. Это должна идти война людей, группы разведкорректировочной группы. И люди, которые умеют стрелять с оружия, точно стрелять. И всё. А выпускать туда группы, захватывать высоты, чтобы их молотили градами, и всеми установками, и савушками, и нонами, и гаубицами для тридцатами. Я вам говорю, там уже нет вот такого столкновения. Люди, которые попадают на высоту уже, или в какую-то точку, они уже попадают автоматически в зоне АТО под град. Со стороны России, со стороны Краснодона и со стороны УГАЛ. Это всё нападает на 500, ну на гектар квадратный может, на 2 гектара. Всё, что я могу сказать, что это вот такая вот сейчас там идёт война. Я приехал снова в светло.